Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ В результате, в середине июля по решению Дональда Трампа в город были введены так называемые федеральные агенты. Здесь нужно прояснить кое-что по поводу американской правоохранительной системы. Дело в том, что полиция в каждом городе и населенном пункте США муниципальная. То есть подчиняется местным властям, а не напрямую некому министерству с центральным аппаратом, сосредоточенным в столице. В результате, полицейские в отдельных штатах и городах зависимы в своей работе от местного политического руководства. Учитывая то, что наиболее активные бунты происходят в городах, где мэрами являются представители демократической партии, нетрудно догадаться, почему местная полиция не может, а точнее не получает приказа, их подавить. В этой связи отправка федеральных агентов в Портленд выглядела вполне логичным решением. По сообщениям американской прессы, одетые в бронежилеты с надписью «Полиция», зеленую военную форму и защитные маски люди жестко подавляют протесты, при этом производя аресты и используя слезоточивый газ в случае нападения на них. На ввод в Портленд этих зеленых человечков из Вашингтона митингующие отреагировали еще большим усилением протеста и сменой его лозунгов. Как нетрудно догадаться, теперь они требуют вывода из города федеральных агентов. В этом их поддерживают губернатор штата Орегон и мэр Портленда. 22 июля потворствующие погромщикам городские чиновники вместе с мэрами Сиэтла, Атланты, Чикаго, Вашингтона, Бостона, Филадельфии, Денвера, Лос-Анджелеса, Сан-Хосе, Окленда, Тусона, Сакраменто, Феникса и Канзас-Сити, а также Миссури обратились к генеральному прокурору Вильяму Барру с требованием вывести федеральные силы из тех городов, куда они уже введены, и не вводить их в населенные пункты, где полицейские операции только планируются. В своем письме городоначальники назвали решение о вводе федеральных агентов в их города ни много ни мало узурпацией власти. Вот что пишет по этому поводу информационное агентство CNN. Цитата. О том, как выглядит демократия в представлении членов одноименной американской партии, можно судить по недавним событиям в Сиэтле. В субботу в этом городе протестующие бросали в полицейских камни, бутылки, фейерверки и другие взрывоопасные вещества. Более 20 сотрудников полиции пострадали в результате попадания в них. По данным полиции, по меньшей мере 45 человек были арестованы по обвинению в нападении на сотрудников правоохранительных органов и в отказе разойтись. Ранее протестующие, применив взрывчатку, сломали забор на месте строительства центра для содержания несовершеннолетних под стражей. Кроме того, участники беспорядков разбили окна в здании суда округа Кинг. Также на этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в Портленде и Техасе в ходе протестов погибло по одному человеку. Разумеется, о том, как демократические протестующие нападают на полицейских, бросают в них камни или даже стреляют, а также пытаются освободить из-под стражи малолетних преступников, в своем письме городоначальники ничего не написали. Напротив, они утверждают, что большинство протестов были мирными и направленными на улучшение жизни в общинах, а там, где дела обстоят иначе, это не оправдывает использование федеральных сил. Действительно, ведь после погромов превращение центра города в помойку или массового насильного покаяния белых граждан перед их черными собратьями, жизнь в общинах улучшается. Вот уж воистину, разруха не в клозетах, а в головах, как говорил персонаж популярного фильма. Ну а что же самый главный узурпатор власти и поборник тоталитарного режима Дональд Трамп? Судя по данным социологических исследований, дела у него идут неважно. Как сообщает агрегатор данных об электоральных симпатиях RealClearPolitics, его средневзвешенный рейтинг на данный момент составляет 40,9% против ровно 50% у Байдена. Эти данные основываются на суммировании результатов восьми опросов, проведенных по заказу различных изданий и социологических служб. При этом, при сохранении нынешней тенденции и рейтингов, за Трампа проголосовало бы немногим более 130 выборщиков, а за Байдена более 300, при необходимых для победы 270 с лишним голосов выборщиков. А вот издание The Economist вообще на днях написало, что вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91% или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 9% и 1 шанс из 10. Диапазон возможного количества выборщиков, которые проголосуют за Байдена, газета прогнозирует на уровне 248-413, а за Трампа 125-290. Вероятно, именно этими показателями и была вызвана решительность Трампа в вопросе отправки в мятежные города федеральных агентов. В конце концов, его избиратели ждут от него снова Великой Америки, а не бесконечных погромов магазинов и сноса памятников рукопожатной общественностью. Но, как мы видим, технология подавления агентами центрального правительства пока приводит к результатам строго обратным ожиданиям, вызывая новые всплески протестов. Все по классике. Каждая новая попытка силового подавления, недоведенная до логического конца, порождает крики либеральной общественности про зверячее побытьтя и провоцирует еще больший протест. В общем, как верно подметил кто-то из пользователей интернета, в условиях карантина американским специалистам по цветным революциям приходится работать дома. Ну а если серьезно, то политическая обстановка в США накаляется. С каждым новым погромом или столкновением с полицией, которые поддерживают политики от демократической партии, она обретает все больше шансов осенью смести не только Дональда Трампа, но и весь американский государственный строй. Если мэрам более десятка городов ничего не помешало обвинить президента и его администрацию в узурпации власти после отправки силовиков для устранения беспорядков в регионах, то что помешает им не признать итоги выборов, если на них победит Трамп? Пока такой сценарий кажется фантастическим, но угроза развязывания в Соединенных Штатах полномасштабной гражданской войны уже витает в воздухе. Для этого есть почти все необходимое. Две стороны с диаметрально противоположным видением будущего государства, разогретые протестами и предельно радикализированные социальные низы, и часть политической элиты, готовая разрушить устоявшийся общественный договор ради того, чтобы прийти к власти. И как тут не вспомнить недавний твит известного воплощения американской мечты Илона Маска, в котором он написал дословно следующее. Мы можем устроить госпереворот где угодно. Смиритесь с этим. Да-да, Илон, где угодно. В том числе и у себя. Только, боюсь, результат не всем понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!